Дело в том, смотрите, всем же памятна эта установка Путина, на стабильность, да, не раскачиваете лодку, да. А кто же начал качать конституционную лодку в России? Кто начал раскачивать в России конституционную лодку? Кто? Гражданин Путин. Лет, я уже не помню, сколько я помню Медведя, столько лет его пытается там, зовут его, уберите этого, эту карикатуру, позорящую Россию с должности представмина, да. Ну и что, ну, лет, не знаю, сколько лет, потому что уже, ну, лет 10 точно, вот. И что, да Путин по барабану было все это. И вдруг меняется Медведев, вдруг меняется генеральный прокурор, вдруг меняется Сурков, это бестия, которая практически придала Украину по указке Путина, конечно, не сам же он придавал. Вот, как, так же не сам же Сердюков разваливал вооруженные силы. То есть, по-видимому, по-видимому, это говорят вот эти разведпризнаки, что внутри правящей группировки пришло понимание, что в той политической группировке, что существовало до ныне, уже удерживать либеральную власть в России становится практически невозможным или очень трудным. И Путин пошел вот на эти конституционные реформы, потому что в той прежней политической группировке, партии, движения общественных, административных, он же не было уверенности, что эта система по-прежнему будет давать ему управление Россией. Вот почему пошел на эти реформы конституционные. А теперь почему вдруг возникли вопросы о конституционных гарантиях Путину? А потому что он же знает, что это такое. Путин же знает, что он натворил за последние 20 лет. Если он порядочный пацан, если он пообещал Ельцину, что не будет, он же и не будет, поэтому ее проверив на различных должностях, Путина и поставили президентом. Ельцин же долго искал себе приемника, кому можно доверить. И он доверил Путину. Тот был проверен на этих всех махинациях в Питере, в администрации. Путин оказался надежным на его должности директора ФСБ. Я уже говорил о том, чтобы он назначен через три дня после убийства Льва Рохлина. То есть здесь сейчас Путин готовит себе конституционные гарантии своего существования. Конституционные. Вот для чего это нужно. Почему нужно? Потому что я думаю, что без России Путин только одно место на земле, где он может жить физически, ну и, скажем, материально. Это Израиль, его историческая родина, скажем так. Вот там Путин может еще. Но чтобы туда прийти, ему же все отдать. Ему же отдать практически все, кроме там домика на берегу Мертвого моря, там не знаю, что там еще есть у них там. Вот и все. Поэтому Путин, если сейчас себе конституционные гарантии, лишь бы он здесь, в России, несмотря на свой возможный уход, Путин не собирается уходить. Путин будет идти до последнего. Потому что, понимая, как он становится не первым, он становится последним среди этой банки с пауками. Вот чем смысл вот этого заявления, в смысле попыток конституционных поправок, с тем, чтобы обеспечить неприкосновенность экс-президентов. Это вообще-то, скажем так, нигде такого никогда не было. Нигде и никогда. Кроме России. И у нас такого не будет.